Микс Ньюс. Здравствуйте, сегодня вторник, день добрых дел на радио Болтком и в эфире программа Зелёная Лампа, веду её сегодня я, Ольга Авдевич, и гости студии у нас актёр Рустем Галич. Здравствуйте. Добрый день. И продюсер Галина Полторак, президент Международного центра талантов, человек, который придумал очень красивые проекты, знакомые многим рижанам, мы о них поговорим чуть позже, и напоминаем, как устроена и как работает наша программа Зелёная Лампа. Каждый вторник мы рассказываем вам историю человека, который попал в беду, и на целую неделю подключается благотворительный телефон, и мы просим наших читателей и радиослушателей откликаться и звонить. Наш благотворительный телефон 9306384, это 1 евро 42 цента за звонок, на этой неделе помогает нашему коллеге, журналисту Игорю Мейдену, который был очень жестоко избит, практически искалечен 19 сентября во время концерта рок-группы Алиса в зале Паллазиум. Это было громкое дело, и сейчас такая ситуация, что чтобы Игорь не остался коллегой, ему нужна дорогостоящая, очень интенсивная реабилитация. Реабилитация будет проходить в Словакии, в Международном центре Адели, и стоимость, цена вопроса на этой неделе 4850 евро, это два курса. И как мы написали на нашем сайте, что если придет средств больше, это будет очень хорошо, потому что именно в первые полгода вот эти нейронные связи мозговые, которые успеют восстановиться с этим Игорю и жить. И подробную историю вы можете прочитать на нашем сайте MixNews.lv в разделе «Зеленая лампа». И помогает нам сделать вот это доброе дело актер Рустем Галич и продюсер Галина Полторак, которая сегодня у нас в студии. Рустем приехал к нам буквально из аэропорта после 10-часового перелета из Нью-Йорка. Рустем Галич – русская звезда Нью-Йорка, его так называют. И рижским зрителям он очень хорошо знаком, потому что к юбилею Лермонтова, который случился 5 лет назад, когда был год Лермонтова 200 лет, Галина и Рустем придумали очень красивый проект, с которым, в общем-то, Рустем и приехал сейчас в Ригу. Расскажите, пожалуйста, что будет в Торниканской церкви в конце недели? На самом деле я так немножко стряну, потому что проект родился гораздо раньше. И, конечно же, инициатором и вдохновителем, и идеологом проекта был Рустем. Вот он сейчас об этом расскажет. Ну, на самом деле, всё, конечно, верится вокруг Лермонтова и вокруг его совершенно гениальной поэмы «Демон». В своё время я и перечитал эту поэму, она настолько меня взволновала, уже во взрослом, так скажем, состоянии, что я стал буквально бредить какими-то такими образами, которые мне хотелось воплотить на сцене. И добрил до того, что мы поставили в Нью-Йорке спектакль. Это было очень успешно, очень удачно. И где-то лет 10 тому назад в моей жизни наступил такой переломный момент, когда я понял, что я не хочу больше ничем заниматься, кроме того, как посвятить себя просто исполнительской деятельности и вернуться к своей исконной профессии. Я закончил театральное училище имени Щепкина, отделение актёров художественного слова. И вот я как бы переключился на это дело и придумал такой проект, что я набираю людей на местах, никого не вожу. И в лице нашей замечательной галочки я нашёл единомышленника, которая помогла мне найти людей, собрать очень талантливых исполнителей. И, можно сказать, мы просто бабахнули. Настолько был удачный проект, что мы его сняли, и несмотря на то, что уже 65 постановок, и все они разные, если мне надо представить, я обязательно всех отсылаю именно к этой рижской постановке. Она была у нас в той самой Тарниканской церкви, где мы будем снова играть. И она была уникальна по многим параметрам. Для меня она особенно памятна тем, что как исполнитель я, конечно, ценю качество. И вот такое было вибрационное какое-то состояние у всех – орган, электрогитара, виолончель, хор, голос певицы – всё резонировало настолько, что это казалось, что мы вообще соединились со Вселенной. И вот тогда я вдруг поймался на мысли, что тот космос, который заложен был в поэме, он всё-таки возможен только в очень специфических местах, когда есть соответствующий набор каких-то вспомогательных средств. И вот мы совпали с Лермтом по вибрациям. То есть, получается, что, собственно, вся команда, которая занята спектаклем – это рижские артисты, да? Ну, на тот момент были, да, да. Но в этот раз у нас как раз получается международный проект, потому что, ну, всё меняется. Кто-то уходит, кто-то приходит. И сколько человек занято в вашем спектакле? Ну, надо посчитать… Да, это один хор только у нас… Один хор – 35 человек. 35 человек. Плюс органист, пианист, скрипач, меланчелист. То есть, это ангел? Ангел, Тамара, я, плюс грузинские танцы, несколько человек, плюс волонтеры, волонтеры, которые стоят на свету. И сколько человек вмещает зал Турниканской церкви? Ну, вообще он вмещает тысячу. А 800 в портере и 200 на балконах. И в прошлый раз у нас было по тысяче человек, потому что битком был забит портер, и люди вмещались и уже пошли туда наверх. У нас там был хор, техническая группа, ангел. Ну, в общем, мы поэтому задержали спектакль на полчаса, пока все расселись. Ну, не знаю, как в этом году будет. Раз на раз не приходится, но очень надеемся, что народ подтянется. Ну, да. В прошлый раз, вот когда у нас было такое счастливое стечение обстоятельства с тем, что у Наташи, Захариат, был театр, который потом рассосался, там поступили куда-то. Но тогда они нам все дружно помогали. Они такие были полупрофессионалы еще. Это было важно, и мы так очень дружно, очень слаженно отработали всю эту подготовительную часть и сам спектакль. Ну, раз у нас, в общем-то, формат программы – это благотворительная программа, такой вопрос. Рустем, в вашей творческой рижской биографии был такой эпизод «Благотворительный вечер бал поэтов», посвященный латвийскому актеру Иманту Берзеньшу. Вот расскажите, что вас связывало с этим актером, и что это был за благотворительный концерт? — Ну, Иманту очень близкий мне человек, я даже не могу сказать, был, хотя, на самом деле, он уже в иных измерениях. Он когда-то поступал в Щепкинское училище, и мы с ним задружились еще с тех самых пор, когда он пытался поступить туда. И потом он переехал в Москву, снимался у Михалкова, он окончил какие-то другие курсы, заведения. Но мы никогда не теряли друг друга из вида. И, собственно говоря, Рига для меня началась именно с Иманта. Когда я уже закончил театральное училище, мы стали наезжать сюда, и первые годы практически каждое лето сюда приезжали. Он нас встречал, и я у него иногда там жил. Потом, когда он переехал в Москву, он у меня жил. В общем, у нас была вот такая очень тесная человеческая дружба. И через много-много лет, ну, мы потерялись, а потом вот через много-много лет опять нашлись, благодаря Фейсбукам, Контактам. Сейчас как-то быстрее люди находятся. Восстановили все эти связи. И когда я решил заниматься своей гастрольной деятельностью, меня часто спрашивают, вот почему ты в этом городе, а не в этом. Потому что вот в этом городе у меня есть друзья, у кого я могу жить, остановиться. Вот в этом нету. Все очень просто. Вот в Риге у меня был Иммант, и я до сих пор помню, как он поехал в аэропорт, встретил меня. И первые годы я всегда приезжал, останавливался у него. И вдруг он выразил желание сыграть ангела. Я говорю, ну давай, почему нет? Вот, и он у нас был первым ангелом. Мы сыграли три спектакля. То есть в постановке по демону он был первым ангелом. Да, 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 да. Ну, в Риге, в Риге. Вот, и на самом деле вообще был первым ангелом, потому что до него я всех ангелов я как бы сам делал. А тут вот он захотел, и я думаю, ну почему бы и нет. И он замечательно все это сделал. Он купил себе крылья. Он был настолько увлечен этим образом. Он, оказывается, всегда мечтал сыграть ангела. Да он и по сути был, он как бы прорывался, в общем-то, к своей сути. Себя блохо он такой шил. И вот до сих пор мы будем играть с ангелами Иммонта. Ну и, к сожалению, практически пять лет уже прошло, как он ушел, как я говорю, в другое измерение. И очень хотелось, ну, что-то сделать для него, поставить памятник. Вот мы собирали средства, чтобы поставить памятник, собрали. И теперь вот у него есть очень красивый, достойный памятник. Это тоже целая история была. Памятник в виде такого домика, домена, очень необычный. И жить наш Иммонт в Карсове, Карсово, правильно? Да, Карсово-Дарсово. Да. И он ушел достаточно молодым человеком. 47 лет ему было, да. И почему-то в интернете, на киносайтах, он где-то называется Иммонт Берзинч, актер латвийский, а где-то Богдан Берзинч. Ну, у него, на самом деле, очень много всяких псевдонимов. Он, как любой творческий человек, был очень креативный. Он то был то Шай, то Романов, то еще какие-то. Он себе псевдонимы придумывал. Но последний, как раз вот этот непсевдоним, он нашел в последние пару лет или там несколько месяцев отдохновения среди православной среды в общине в Карсове и решил принять православие. И вот ему дали новое имя. Поэтому вот и на могильном памятнике у нас написано Иммонт Берзинч Богдан. Раз заговорили об именах, Галич, это ваша настоящая фамилия или это псевдоним? Это настоящая моей полфамилия. Моя фамилия целиком звучит Янгалычев. Это старинный татарский род. Когда я приехал в Америку 20 лет назад, никто выговорить это не мог. А в Америке все меняют фамилию. Ну да, еще как транскрипцию, какими буквами. Да, и в общем я поглядел по сторонам, смотрю, что действительно все сокращаются для легкости произнесения. Вот, и я убрал первые последние слоги из своей фамилии и остался Галичем. Но очень быстро я стал в Нью-Йорке публичной фигурой, потому что я работал на радио, на телевидении, потом концерты. И как-то это ко мне прилипло уже как стейч-нэм, как мы говорим, да, как псевдоним, сценическое имя. И когда я уже стал приезжать в Россию, ездить по русскоязычным диаспорам за рубежем, я уже ничего не стал менять. Так и остался Галичем. И все меня спрашивают, родственник я или не родственник. По татарской линии. Не по татарски, а по Александру Галичу по-еврейски. А тот человек, журналист, наш коллега, которому мы помогаем на этой неделе в рамках Дня добрых дел на радио «Болтком», его зовут Игорь Мейден. И здесь тоже очень интересная история. И все его знают вот в Риге. Мейден, Мейден. Вообще, в принципе, он достаточно известный человек, потому что за свою профессиональную биографию он сделал, не знаю, там, десятки, сотни интервью. Он профессиональный путешественник, он объездил, у него две любви. Это Сибирь, Бурятия, Тува и Индия. И я, когда готовили мы публикацию на сайте об этой жуткой истории, я посмотрела просто в гугле, кто реагировал и как на вот это его избиение 19 сентября. И нашла очень много публикаций на российских сайтах под такими заголовками, значит, что в Риге избит журналист, который очень любил Бурятию. В Риге избит журналист, который очень любил Байкал. То есть у него огромные циклы публикаций, он сотрудничал с различными туристическими организациями, делал красивые фотографии. И сегодня перед эфиром я ему позвонила и говорю, Игорь, напомни, пожалуйста, я уже не помню, почему ты Мейден. Потому что его настоящая фамилия Пархомчик. Он сказал, что, во-первых, ее тоже, если ты ездишь за границу и даже там и по-латышски, вот это Пархомчик, значит, как-то. И на заре независимости были, когда объединения неформалов, вот разные рок-клубы, там объединения неформальной молодежи. Он говорит, мы там собирались, молодежь, и было очень много Игорей, там Саш, Андреев, ну и как вот их. И я, говорит, приходил туда, у меня была любимая группа Iron Maiden, и у меня было написано, значит, на груди, на майке. Я приходила в этой майке, и говорили, это Игорь, который Мейден, Игорь Мейден. Вот он так и называется у нас, Игорь Мейден. Сейчас он взял эту фамилию официально, потому что уже его все так воспринимают. Избили его на концерте группы Алиса, и там есть очень такой трогательный момент, который он рассказал. Значит, мы были у него в реабилитационном центре, он лежит, у него левая часть тела парализованная. И именно почему мы просим помощи? Мы нашли в Словакии центр, где очень сильные неврологические реабилитации, в том числе отдельные программы для взрослых, есть для детей, есть для взрослых. Они творят чудеса, то есть там работает просто с человеком целая команда, там супераппаратура. Они ставят на ноги людей после инсультов, Игоря конкретно после черепно-мозговой травмы. Так вот, возвращаясь к этой группе Алиса, жена сказала, я с ним не пошла вообще первый раз, стараюсь всегда с ним ходить. Но, говорит, вот эти вот рок-концерты, я считаю, что вот эти фаны, они несут такую вот какую-то деструктивную, агрессивную энергию. Я просто вот не хотела и не пошла. Обычно вот мы везде ходим вместе. А он не мог не пойти. Он говорит, это мои кумиры, моя вообще любимая группа с детства. В детстве, когда ему было 7 лет, он посмотрел фильм Огородникова «Взломщик», где играл Кинчев. И он влюбился просто в Кинчева, в группу Алиса, значит, вот в эту эстетику. И мама, видя, значит, что вот ребенку так это вообще легло на душу, она купила ему пластинку, подарила. Он говорит, это была моя первая личная пластинка, мне было 7 лет. И потом мы опубликовали фотографию, нашли тоже наш коллега, фотограф Владимир Старков, 12 лет назад сделал снимок, значит, Игорь с Кинчевым берет у него интервью, тоже, значит, это вот в Риге на гастролях. То есть это любовь, которая сопровождала его все же. И вот он пошел на этот концерт. И в двух словах напомню, что произошло и почему, я говорю, почему это не укладывается в голове. Он снимал концерт на камеру, значит, ему сделали какое-то замечание, что там произошло. Сейчас ведется следствие, то есть на самом деле допрашиваются свидетели, и следствие будет делать свои выводы. Но он получил жуткий удар по голове. Он на две минуты потерял сознание. Вызвали полицию. Полиция вызвала скорую. Скорая приехала, осмотрела его, что-то вот, ну, какую-то первую помощь оказала. Они его осмотрели и сказали, в принципе, угрозы никакой нет, госпитализация не нужна. Ну, тогда его взяли, он был с двумя друзьями, пара друзей, и отвезли в полицию. Еще полтора часа в полицию. Он писал какие-то там, давал показания, писал какие-то объяснения. После этого его привезли домой, и жена видела, что с ним что-то не то. Вот. Она еще раз перезвонила этим друзьям. Они ее успокоили. Они говорят, скорая осмотрела. Они сказали, что ничего страшного, что в больницу не надо. И она вот порывалась каждый час вызвать такси и везти его в больницу. Потом, когда она видит, что он уже не говорит, он уже не может поднять руку, она вызвала скорую. Скорая приехала через пять минут, тут же его госпитализировала, и по дороге врачи еще были уверены, что можно будет обойтись без трепанации черепа. То есть там уже два кровоизлияния. Его доставили в больницу, сделали, значит, все исследования. Произошло второе кровоизлияние и жутко тяжелая операция. Девять дней кома. И, то есть, в голове не укладывается, что это в общественном месте. Это на глазах у сотен людей произошло. Это просто какая-то череда непрофессионализма и халатности. И, конечно, другой человек, наверное, бы испытывал сейчас какую-то обиду, жажду мести. И вот эти два человека, Светлана, его жена и он, абсолютно, то есть у них произошло какое-то совершенно другое, вот как переоценка ценностей, какая-то просто вот другой взгляд на жизнь, другая философия. И вот он сейчас лежит и думает, почему это произошло, значит, какие выводы он должен из этого сделать. И он сказал, я очень благодарен, я просто не представлял, что мои родные и близкие люди, например, на что они способны ради меня. Он говорит, жена обижается даже так вот, а он говорит, я не думал, что ты ради меня способна на такое. Я не думал, что мама моя вот так вот будет реагировать, хотя были, может быть, какие-то немножечко не такие близкие отношения. И самое интересное, он говорит, он на нас так смотрит и говорит, так интересно, мне так интересно, как вы ходите. Он говорит, я вот думаю, да, что, как люди ходят. И мне хочется встать и закричать, люди, какие вы счастливые, что вы умеете управлять своим телом. Вот для такого человека мы просим вашего участия. Те, кто слушают нас, просто один звонок. 9-30-6-3-8-4. Евро-42. Как всегда мы говорим, это меньше чашки кофе в кафе. И если сейчас нас слышат знакомые Игорь или коллеги, то на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа» подробная история, фотографии, банковские реквизиты и ссылочка на счет, по которой можно с карточки тоже перечислить любую сумму. Рустем, скажите, а вот ваше отношение к благотворительности, к участию в благотворительности, как, например, вот в это, есть разница, как это устроено и работает в Америке и, скажем, то, что вы видите здесь? Ну, как работает здесь, я могу видеть, вот как бы по этой передаче судить. Ну, или в России вы часто… Благотворительности могут быть очень разные, но в Америке тоже делаются очень часто благотворительные концерты, собираются средства. В основном там как-то вот концерты мы делаем, и средства с концертов перечисляются или онкобольным, или вот к каким-то детям с какими-то проблемами. Иногда я знаю, что на сайтах открывают счета. Ну, в общем-то, эти формы, они уже как бы все выстроены, отстроены, но это очень такая распространенная форма сбора денежных средств в Америке. Сейчас благодаря Фейсбуку тоже там есть вот такие функции. Ну, да, кстати, это, как сказать, такая какая-то человеческая солидарность, да, вот эта сеть социальная, можно ругать, что она у нас откачивает много нашего там времени, что очень много пустых каких-то есть там публикаций, времяпровождений, но в какие-то моменты это реально такая человеческая солидарность. И по поводу человеческой солидарности и отзывчивости мы хотим поблагодарить вот Галину Полтора, которая присутствует у нас в студии, за подарок для одного нашего подшефного, для героя нашей программы. Несколько недель назад мы вам рассказывали в удивительном рижане, не мальчике Яше Бурляеве, который совершенно слепой и учится играть на органе. И вот Галина и Рустем подарили ему билеты, пригласили его посетить спектакль, который пройдет в Турниканской церкви в эту пятницу. Ну, да, если он любит орган, я думаю, для него это будет очень крепко. Да, тем более, что у нас все наши проекты сопровождает органистка Ингуна Гринберга, замечательная, потрясающая, уникальная органистка, так что ему будет, думаю, очень интересно услышать ее именно исполнение каких-то вещей. Так что спасибо вам большое за отзывчивость, а сейчас мы делаем перерыв на новости и рекламу, оставайтесь с нами. Добрый вечер. В эфире программа «Зеленая лампа», которая выходит в рамках акции «День добрых дел» на радио «Болтком». Веду ее я, Ольга Авдевич. У нас гости студии актер Рустем Галич, руководитель Международного центра талантов Галина Полторак. И помогаем мы нашему коллеге, журналисту Игорю Мейдену. Речь идет о громкой истории, когда журналиста избили и искалечили на концерте группы «Алиса» 19 сентября в Палладиуме. И просим вашего участия, потому что 30 ноября у Игоря заканчивается срок его пребывания в реабилитационном центре «Вайвори», который положен в таких тяжелых случаях. Это как то, что оплачивает государство. На самом деле все равно 165 евро человек платит, но 30 ноября это заканчивается. И если не продолжить реабилитацию, и даже, может быть, сейчас он готов принять более интенсивные какие-то курсы, то человек может остаться наполовину парализованным. У него сейчас не работает левая часть тела. Но вот сегодня мы ему звонили, и он сказал, что он на такую специальную подставочку, ралатор называется, с колесиками, когда человек опирается, идет. Вот 40 метров он уже прошел, сам опираясь вот на этот колесик. И гость студии, который помогает нам, Рустем Галич, актер, который представит в пятницу замечательную программу в церкви Торникалнс по Лермонтову. И мы говорили о том, что у вас уже порядка 60 сценических версий по поэме Лермонтова «Демон», и каждый раз это разная постановка. А расскажите, как это? То есть это каждый раз вы какую-то новую мысль думаете в этом спектакле? Вы знаете, если даже один человек будет играть один и тот же спектакль, это все равно будут разные спектакли. Потому что, как говорится, дважды в одну реку войти невозможно. Проходит какое-то время, меняется человек, меняется зритель, и возникает новая энергетика. А уж если проходит более продолжительное время, меняется страна, город, исполнители. Естественно, это новые спектакли, и они по-новому звучат. И мне, в силу моей природы и моей специфики, мне неинтересно сделать одно и то же. Я не знаю, как эти люди работают в театре у одного режиссера, играют по многу лет один и тот же спектакль. Может быть, там есть какие-то маленькие коридоры для импровизации, но это точно не мой театр. Я люблю, чтобы все было каждый раз по-новому. Я оставляю неизменным только лермонтовский текст. Все остальное наполнение меняется. Когда-то это могут быть грузинские танцы, когда-то может быть классический балет, когда-то это, может, симфонический оркестр, отдельные инструменты, хор, визуальный ряд, без визуального ряда. В общем, этот проект живет своей жизнью в зависимости от того, как складывается ситуация. И он играется и в таких вот масштабных формах, как, например, у нас будет в Тарниканской церкви 29 ноября. Но в то же самое время мне интересно идти, так скажем, вглубь, в минимализм. И вот недавно я был в Варшаве, где вроде как все было, но ничего не работало. Я думаю, другой бы, наверное, паниковал. Я говорю, окей, спасибо. Значит, идем вообще по пути минимализма. Есть четыре фонаря, играем четырьмя фонарями. И от экрана освобождаемся. И у меня не было ни Тамары, ни Ангела, ни грузинских танцев. Только был зритель, Лермонтовский текст и я. Это был один из лучших моих спектаклей. Потому что, на самом деле, при всей любви к каким-то вот таким экспериментальным формам и другим творческим энергиям, суть поэмы заключается в тексте. И, по большому счету, много проводников для этого не надо. И я тоже не сразу к этому пришел. Я помню свой спектакль в Нью-Йорке, когда все, вау, там так грузины танцевали, так здорово. А потом был у меня второй спектакль. Грузин было поменьше, они были послабее, а спектакль в целом был лучше. Я думаю, у нас же какой парадокс. А потом я понял, что дело не в грузинах и не в симфонической музыке, а дело в том, как ты доносишь текст. Поэтому вот так он и меняется постоянно. А вот в Штатах вам хватает аудитории, которая может воспринимать вот эти поэтические композиции по-русски? Потому что все-таки вот песня – это одно, а поэзия – это другое. Это все-таки нужно, наверное, чтобы это был родной язык. То есть, как там с аудиторией у вас? Ну, с аудиторией там все нормально. Все спектакли, которые мы там играем, они практически аншлаговые. Не надо забывать, что в Нью-Йорке живет полтора миллиона русскоязычных людей. Больше, чем во всей Латвии. Вот именно. Но пять лет, когда я только туда приехал, был такой как бы ажиотаж, потому что всегда на новые как-то люди тянутся. А потом, конечно, ничего ровно не бывает или так повозрастающий поток зрителей уже как бы наелся той продукции, которую мы давали. И я понял, что дело не в людях, а дело в нас самих. Что невозможно сидеть на одном месте, если ты хочешь, чтобы у тебя был постоянный зрительный зал полный. Я стал выезжать. Я понял, что концепция как бы моего театра – это передвижной театр. Собственно говоря, только передвижной театр может жить в условиях эмиграции в любом городе. Никогда тебе зрителей не будет хватать. Но удивительно то, что с моими разъездами и с гастрольными поездками мой рейтинг в Нью-Йорке только вырос. Потому что я стал проводить там меньше времени, народ стал скучать по мне. И когда я приезжаю, меня там раздирают на части. Вот сейчас на полтора года вперед у меня уже расписан график. И если я раньше искал работу, то теперь я ищу окна для того, чтобы можно было отдохнуть. И иногда я сбегаю в Австралию, в Новую Зеландию. Потому что для меня это своеобразный отдых, хотя я там тоже совмещаюсь с работой. Ну, для меня отдых – это и отдых такой пляжный, ну и концерты и спектакли. А есть у вас любимая экранизация Лермонтова? – Экранизация? То есть кто-то проэкранизировал, а я смотрю, и мне это нравится? – Нет, фильмы, какие-то фильмы, которые были сделаны по Лермонтову. Там, где вам кажется, что режиссер поймал, актер там передал. – Вы знаете, самая любимая экранизация – это мой спектакль, который с галышками играет в 2011 году. И вот мы его сняли. И я его периодически пересматриваю. – И плачу. – Думаю, знаешь, как актер, хорошо читает. – На самом деле, я не думаю, что актеров надо спрашивать про какие-то другие актеры в каком-то смысле не то, что они эгоцентричны. Однажды я одной поэтессе высказал мысль, она говорит, это ты сам придумал? Я говорю, я не придумал, я так ощущаю. Мы не ходим друг к другу на спектакли. Я хожу либо к своим студентам, либо к очень близким друзьям, либо, если ситуация сложится, мне для того, чтобы наполнить эмоционально себя, свою душу, мне достаточно своей собственной фантазии, своих собственных интересов. И в этом смысле я могу сравнить любого актера, любого творческого человека. Тесла же сказал, что думать о вселенной как о вибрации. Мы вибрации, мы излучаем определенную частоту. Нота ре, она ре, она звучит. Ей не надо идти в гости к до, фа, соль, потому что она по себе, нота, она излучает определенную вибрацию. К нам должны ходить в гости, кому не хватает этих вибраций. Поэтому не случайно Ассетовский написал «Таланты и поклонники». Вот так я абстрактно ответил на ваш вопрос. А я от тебя просто можно... Любимой экранизации у меня нет, кроме своих спектаклей. Может быть, такой полезный совет для радиослушателей, это можно искать в сети. Есть удивительная такая работа, 75-й год, «Эфрос», телевизионный спектакль, страница журнала Печорина. И там Печорин Андрей Миронов, потрясающий. То есть вот это тоже, раз уж мы говорим о юбилейном годе Миронова, можно посмотреть. И сейчас, пока у нас еще есть время, обязательно мы должны сообщить итоги предыдущей недели и поблагодарить всех. На прошлой неделе мы рассказывали историю замечательного мальчика, выпускника Валмирской школы, Роберт Юрко, с детства ДЦП. И сейчас нужна очень серьезная операция на ногах. Мальчик, при том, что он передвигается в инвалидной коляске, у него есть собака-поводырь и ассистент. Представьте, вот родители, у которых есть дети-выпускники, поймут. Средний балл 8,5 у него в аттестате. И мечтает он поступить на медиафакультет, стать спортивным комментатором. Но сейчас вот ему нужна очень эта операция, и мы с вами помогали собрать деньги. Собрано 9 450 евро за неделю. Сделано 1293 звонка на наш благотворительный телефон, что составило 1625 евро. И на счет открытый в фонде Be Open поступило 7825 евро. Нужно 13, не хватает еще 3500, но есть время. И счет опубликован, и сбор пожертвований продолжается. Также мы хотим сказать, что конкретно вот в этой Турникалнской красивой церкви, в которой у вас будет в пятницу ваш красивый спектакль, 5 декабря будет благотворительный концерт. Там очень такая качественная команда будет и музыкантов, и певцов задействована. И деньги пойдут на установку лифта в католической школе, потому что там есть учителя с ограниченными возможностями и дети. И сейчас вот открыт такой проект, чтобы помочь установить этот лифт. Так что Турникалнская церковь, когда вы говорите про особое место, особые вибрации, она действительно очень такое место хорошее во всех смыслах. Напоминаем, что гость эфира актер Рустем Галич. Вот не могу не спросить, вы играете в Нью-Йорке в театре «Диалог», и там ваша партнерша Елена Соловей, которую вот здесь мы все помним и воспринимаем просто там, это классика, это богиня, раба любви. Это изучают, режут на кадры, изучают как классическую, классическую кинопостановку. Расскажите, как вы с ней познакомились, как вам с ней работает? Ну, на будущий год будет 150 лет Бунину, и Бунин один из моих любимейших авторов, которого я полюбил еще со студенческих лет. У меня было несколько рассказов, которые я делал, и наш руководитель вот этого театра «Диалог» Ирина Волкович задумал вот такой спектакль по Бунину. Ну, я предложил рассказ в Париже, который когда-то являлся моей дипломной работой. Ну, если я, когда делаю свои работы, я как бы существую в жанре моноспектакля, то когда уже мы делаем такой драматический театр, ну, там он предполагает партнеров. И вот Ирина, она дружила с Леночкой Славей, и она пригласила в качестве партнера для постановки вот именно этого рассказа Лену. И мы сделали спектакль, назывался он «Темная аллея», и лет 10 мы его катали по многим площадкам Нью-Йорка и Нью-Джерси и других городов. Она удивительный человек, очень тонкая актриса, с ней большое удовольствие и не только быть просто на площадке, но и просто общаться в жизни. И вот сейчас у нас был последний спектакль, буквально 16 ноября, опять мы играли в Париже, но Леночка уже отошла от исполнительской деятельности, и там была другая актриса, Снежана Чернова. Ну, надо сказать, что Лена настолько чуткий, милый человек, несмотря на то, что она потеряла недавно мужа, она пришла на наш спектакль поддержать нас, зашла за кулисами, всех обнимала, целовала. И, в общем, вот такие человеческие связи у нас не порвались, несмотря на то, что она уже не играет. Но, кстати, я вот вспоминаю, где-то год назад мы делали спектакль по Бунину. Она все-таки вышла и делала работу тоже, рассказ как моноспектакль, и имела колоссальный успех, потому что народ, конечно, ее обожает. Если видят в афише имя Лены Славей, то, конечно, зал априори будет полный, можно не сомневаться. А театр этот начался с идеи, посвященной юбилею Петербурга, да? Да, Ирина была у нас одно время штатным работником Бруклинской библиотеки, и там были такие русскоязычные программы, и вот это была ее идея сделать вот такой вечер. Собственно говоря, на волне подготовки этого вечера мы с ней познакомились и писали сценарий вместе, я режиссировал. А какие звезды русской миграции тогда еще вот к этому проекту присоединились? Ну, знаете, когда так громко называют звезды русской миграции, как-то даже я немножечко смущаюсь, потому что звезды есть звезды русской миграции, это русская миграция. Вот. Я даже не могу сказать, ну, кто, ну, Борис Сичкин, например, был, да, тогда еще живой, правда, он не принимал участия в этой программе, Лена Славей была. Особых звезд не было, были молодые ребята, это было почти 20 лет назад, которые сейчас стали звездами, так скажем. Сережа Победенский совершенно замечательный, мой друг и партнер, с которым мы очень много работаем вместе, он поет русские романсы. Лена Славей, я, Людмила Фисенко, тоже все выросли, как-то время бежит быстро, были молодые, стали не очень молодые. Но от этого не менее интересные. Время бежит быстро. Вот Игорь, о котором мы рассказываем, тоже вот, мне все кажется, вроде бы, ну, как вот, молодой журналист, да, вот когда он только пришел, он начинал в газете «Советская молодежь», легендарная газета, совсем юным человеком пришел, и поэтому и успел за это время поработать в разных редакциях, много путешествовать, с таким интересным жизненным опытом, жизненной философией. Очень хочется, чтобы отправить его на эту реабилитацию, чтобы он встал на ноги. Это, я так вот посмотрела, что это третья наша программа, которую можно вот ставить в рубрику «ЧП», да, «Чрезвычайное происшествие». Первая была, когда мы помогали мальчику, который на Новый год остался без ноги. Мы с вами ему организовали протез, он танцует. И вторая, когда мальчишку сбил автомобиль, и водитель уехал. И мама долго-долго, несколько лет судилась, пока вот не открыли в фонде счет, собрали деньги, отправили этого мальчика, Рудольф, погода из Сау-Краста, громкое дело было, именно в эту клинику Адели. Вот почему сейчас мы Игоря тоже очень хотим, чтобы он туда поехал. И это просто чудо, как вот мальчишку поставили на ноги, несмотря на то, что было потеряно время. А сейчас, чтобы время не упустить, мы просим очень вашего участия, вашей помощи. Телефон 930-6384, евро 42, счет на сайте Микс Ньюс в разделе «Зеленая лампа». Думать будем о хорошем. У нас гость Рустем Галич приглашает всех в пятницу на потрясающий спектакль «Вторникалнскую церковь». И, Рустем, в самом конце мы вам буквально на минутку даем слово сказать радиослушателям что-то хорошее, важное. Ну, вы знаете, поскольку такая тема, я хочу выразить свое сочувствие Игорю, пожелать ему скорейшего выздоровления. И 2019 год – это и год юбилея Пушкина, и год юбилея Лермонтова и Пушкина. И я делаю спектакль «Цыганы», который заканчивается удивительно философскими словами. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. У каждого из нас своя судьба, и надо стараться просто угадать ее. Берегите себя, дорогие. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok